Погибла в ДТП. 18-летняя девушка разбилась в Камешковском районе. По сообщениям спасателей, китайская легковушка БИТ вылетела в кювет на 36-м километре трассы Хохлова-Ковров. Предварительно водитель не справилась с управлением. Машина завалилась в кювет и врезалась в дерево. 18-летняя девушка скончалась на месте аварии. Еще два пассажира не пострадали. На Садовой сгорел двухэтажный дом. По сообщениям МЧС, здание было нежилое. Первые пожарные были на месте через три минуты после сообщения о возгорании. Огонь охватил второй этаж и чердак. На поиски пострадавших в задымленный дом отправились четверо спасателей. В помещениях могли находиться бездомные. Пожар удалось потушить за 12 минут. Привлекалось 8 единиц техники и более 20 человек. Пожар охватил 50 квадратных метров постройки. Пострадавших не оказалось. Причин возгорания может быть несколько от неосторожных действий с огнем до поджога. Сегодня погас вечный огонь на площади Победы во Владимире. Похожая проблема в газовой горелке. За день аварийная бригада выезжала на место несколько раз. Но в ее полномочиях только зажечь огонь. Агаснет он из-за холодных порывов ветра. Предположительно, оборудование, подающее газ, установлено слишком высоко. Поэтому огонь попросту задувает. Устранить неисправность должен балансодержатель мемориала МКО благоустройства. С ним Газпром будет договариваться о совместном устранении проблемы. Сел за руль пьяным дважды. Уголовное дело возбудили в отношении 28-летнего жителя Карабанова. Его поймали инспекторы за вождение под шофе. Выяснилось, что мужчину уже лишали водительских прав на полтора года. За повторное нарушение следует уже уголовная ответственность. Нерадивый водитель может лишиться свободы на два года. Чипирование закончено. 6 декабря по всей России шубы без маркировки под запретом. До этого дня у Владимирских меховых салонов есть еще время прочипировать товар. Напомним, обязательная маркировка шуб была введена летом. Чипы с информацией о производителе товара и качестве меха должны быть на каждом меховом изделии. Продажа нечипированных шуб после 6 декабря по всей России считается незаконной.